Я приветствую вас на канале Аленин сад. Есть множество различных вариантов посева моркови. Я предпочитаю использовать традиционный. Как говорится, еще мои прапрабабушки его использовали и были счастливы, как в общем-то и я. Но в этом году мне попалась на глаза одна статья интересная, в которой говорилось о выращивании моркови с помощью водки. Якобы от этого она быстрее прорастает и дружнее, видимо. И, конечно же, я решила попробовать. Смотрите далее подробно результаты и ход эксперимента. Сегодня 2 мая и я начинаю мой эксперимент по посеву моркови с водкой. Что для этого понадобится? Конечно же, водка у меня вот такая. Вот она. Водку я не пью, поэтому вот купила такую маленькую бутылочку. Понадобится стаканчик, в котором будут замачиваться семена. И, конечно, сами семена. Для эксперимента я выбрала сорт поздний флакер, потому что он мне очень понравился в прошлом году, когда я проводила сравнение сортов моркови. Часть семян я сейчас замочу в водке. В статье было написано, что замачивать нужно 25 минут. После этого просушить просто, не промывая, и сеять. Так я и сделаю. А другую половину семян я просто в сухом виде посею рядом с этими семенами. Я думаю, что у меня такого количества будет на мой рядочек, который я приготовила, вполне достаточно. Я специально ничего не делаю с второй партией семян, для того, чтобы понять, ускоряет водка прорастание семян или нет. Потому что обычно с семенами моркови я не делаю ничего, ровным счетом ничего. Просто беру сухие семена и сею. И мне важно проверить, ускорит ли мой собственный процесс выращивания посева моркови водка или нет. Я знаю, что можно, я точно знаю, какие способы ускоряют этот процесс. Сто процентные способы, которые я пробовала, они действительно ускоряют. А водку я не пробовала. И поэтому семена моркови я сейчас не замачиваю, ничем не обрабатываю, ничего. Использую только лишь одну водку. Оставляю, засекаю время, 25 минут постоит эта субстанция. И затем я просушу семена на солнышке и буду высевать. 25 минут прошло. На вид семена не изменились и даже водка ничем не окрасилась. Теперь я ее сливаю, сушу семена и сею. Итак, в эти два рядка я буду сеять морковку. В правый рядок с водкой и в левый обыкновенно. Сею я морковку просто вот так, как бы присаливая почву. Просто нужно пореже выпускать семена из рук, из пальцев и побыстрее двигать рукой. Тогда прореживать морковку не придется. Но также я посею сейчас соседний рядок. И посеянную морковь теперь я просто с помощью грабелек слегка закопаю. Слишком глубоко заделывать ее не нужно, чтобы ей было проще прорваться на поверхность. И обязательно немножко утрамбуем, чтобы семена плотно прижались к почве и значит успешнее проросли. Теперь ждем результата. Итак, сегодня 18 мая и мы можем подвести итоги эксперимента по посеву моркови с водкой и обычным сухим способом. Здесь вы видите с правой стороны рядочек морковки, посеянной, предварительно замоченные семена водки, а с левой стороны обычные семена. Что я хочу сказать? Никакой большой разницы я не наблюдаю. Там, где были сухие семена, рядочек, конечно, не совсем полный. С одной стороны семена еще пока что не взошли, но это может быть связано с тем, что я неравномерно засыпала их почвой. Факт остается фактом то, что взошли ведь в одно и то же время и те, и другие семена. Значит, замачивание водкой не сделало, не сыграло никакой роли в скорости прорастания. Но по числу взошедших семян больше, конечно, замоченные в водке семена проросли. Ну, выводы, в общем, неоднозначные. Сейчас я даже не могу сказать, стоит сеять так или не стоит. Ну, наверное, все-таки не стоит. Игра не стоит свеч, просто-напросто. Может быть, семена простые, сухие, взойдут на пару дней попозже, но пар дней никакой погоды не сделает. Если нужно для того, чтобы эти пару дней проскочить, нужно покупать эту водку, замачивать семена и совершать, в общем, какие-то манипуляции дополнительные. Как я уже сказала, выводы делать вам самим. Это не был полноценный эксперимент, который можно считать 100% научным и достоверным. Я попробовала, я сделала, получила свой результат. Вот, для меня он очень важен, существенен. Я, как сказала, уже больше так сеять не буду, не вижу никакого в этом вообще смысла. Я знаю другие способы, как ускорить прорастание моркови. Но, я уверена, многие из вас захотят попробовать этот способ, если еще не попробовали. Если уже пробовали, пишите обязательно в комментариях, рассказывайте о своих впечатлениях. Не забывайте ставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал Аленин сад. Впереди нас ждет еще целая жизнь экспериментов.